Эти трое одинаковых с лица не просто так натянули на себя ОЗК. Надеть резиновый костюм и противогаз быстрее других значит опередить соперников по необычному состязанию. Общественное движение школы безопасности совместно с Центром Радость провели на базе 99-й школы в Конобеево уникальный мастер-класс в соревновательной форме. Мы правом это не ради красного остался, а чтобы просто вам перспективно молодым дать определенные практические навыки. Теорию ОБЖ вы прочитаете в учебнике, посмотрите на фильмы, ознакомитесь в интернете с этим. Как спасать людей на воде, в огне и при остановке сердца? Что делать в случае химической атаки? Как вязать супер прочные узлы? Стандартные уроки ОБЖ в весьма нестандартной обстановке. Интересный инвентарь и дух соревнования помогают ребятам записать основы безопасности жизнедеятельности прямо на подкорку. Соревнование проходит впервые. Организация Радость вышли на Российский союз спасателей. Знакомство наше было два года назад, мы очень рады ему. И в этом году мы решили провести совместно замечательные мероприятия школы безопасности. Они кидают спасательный круг и конец Александрова. Если человек, допустим, тонет, если, допустим, человек не умеет плавать, но как-то попал на то место, где глубина слишком большая, естественно, ему нужно кинуть то, на что он может опереться, на что он может взять и за счет чего не утонуть. Мне очень понравилось, что я участвую и много для себя познался. Хотелось попробовать сделать искусственное дыхание по-настоящему? Да, хотелось. Как оно, прям на настоящем человеке, да? Да. Но ты спас? Да, я спас. Его зовут Брюс. У таких манекенов действительно есть имена, пусть и стандартные. Брюс целыми днями только и делает, что воскресает. В этом его основная функция. Он не просто кукла, а обучающее пособие. Одно из самых интересных на этом состязании. Вот эту часть у ладошки, вот в эту часть грудной клетки начинаем давить. На прямых руках и прям над пострадавшим находимся. То есть начинаем давить ему. А скажите, этот манекен какой-то максимально приближенный к реальному человеку? Этот манекен, он хорошо показывает, как у нас кровь идет от сердца к головному мозгу. И если мы будем все правильно и четко делать, то у нас зайдет лампочки, дойдут до лба, и у нас загорится лоб. И получается у нас кислород, необходимый нашему мозгу, он поступает туда, куда нужно. Это довольно непросто. Это довольно тяжело, да, я согласен с вами. Но мы пытаемся спасти человеку жизнь, поэтому придется постараться. Вот, видите, начал светиться лоб. Кровь принесла из пары мозгу, мозг живет. Когда говорят, но они же еще маленькие, что они могут сделать? Очень многое может сделать ребенок, если этот ребенок обладает необходимыми навыками. Мы же во втором классе не рассказываем детям про ножевые ранения, открытые переломы. Мы их учим алгоритмом. Как не испугаться в чрезвычайной ситуации, как правильно вызвать помощь. У нас был удивительный случай, когда после наших занятий девочка-ученица третьего класса заставила взрослых людей, взрослых мужчин делать пострадавшему сердечно-легочную реанимацию. В соревнованиях приняли участие учащиеся школы сельского поселения Шитковское. Ребятам представилась возможность не только изучить средства, которые используют в работе спасатели, но и убедиться в том, что приходить на помощь попавшим в беду совсем не страшно. Тем более, когда они точно знают, что делать даже в экстренных ситуациях. Татьяна Колганова, Евгений Стародубов. Новости Искровект.